у меня даже телефон горячий добрый вечер всем у нас вечер закат смотрите какая температура видно а сейчас сколько время сейчас время пол восьмого но ты же мне в течение дня то говорил что так 35 все те же рожки так я приехал на дачу мам идем на экскурсию нашу очередную мама вообще никакая мам я тебе я тебя издалека все равно тебя близи не видно посмотрите какое на работу сегодня сделала и только посмотрите у нас тут было все в траве она по телефону нига ты свою дачу не узнаешь вот я на самом деле не узнала смотрите ни одной травинки под грушу нет приехала ехала через мост по городу на градуснике на одном 44 на другом 36 представлять какая температура вообще я делу кофту сеткой сейчас пойдем ну как обычно у нас осмотр наших владений я спряталась тут за деревом жду маму сейчас она как обычно ворота закроет вот мы пойдем он не хочет показать ну сколько меня два дня не было я туда-сюда мотаюсь ну вы знаете да сюда туда-сюда а завтра на речку пойдем обязательно прямо-то обязательно я запланировала покажу вам какая нас речка какая у нас погода цветочек посадила многолетний здесь вот как называется не как называется как называется не знаю кто если знает напишите многолетний так все пойдемте 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 здесь вот я очень всегда хотел чтобы меня милиса росла а мама тут все почистила вот нас милиска теперь так все здесь у нас фасолька маму ведь траву ты не снимай ну извините ой ты ее полила дома а чуть такой зеленые а вот я прям отсюда вижу зеленая земля ты не видишь разве мам посмотри она зеленая земля нет я тебе серьезно говорю ну не знаю оттуда пойдешь посмотришь клубничка не вот правда видно отсюда что зеленый ну ладно ладно так дерево ты выкопала да здесь мы уничтожили малину помните я говорила вам уничтожили все так здесь я выключаю тут одна трава у нас молодец яблонька моя растет растет пора рожать говорит вот видите абрикосы осталось вот несколько штук так и не посадили в другое место одно только я посадила вы видели а это 2 яблонька что-то она сидит ребятишки там кричат ну пусть кричат вот понимала здесь вот даже вода видишь куда ага поливала я вот а вот здесь вот снова стала малина но ее тут же оприходовали слизни уже слизни малина тут еще и они ее уже засиживают вон на маленькой малины вот и они ее оприходовали слизни да отдалили нас а я обрывала кстати красивенькие видишь я здесь не полила видишь какая земля сухая ребят кричат там маленькие почему здесь вот очень это большие кусты а туда меньше а почему а вода потому что неравномерно да отлично там в конце у нас картошку мы недавно прям посадили мам я не знаю насчет лопат а я и назад уже приносила туда на ту дачу уже лежат тыковки но это я про эту перехватку говорю да на той стране другая кругленькая а базилик то какой кудрявый стал обалдеть классный мам горох есть я первый раз увидела очень крупный перец до такой степени да смотри он прям вот да он крупный он еще не вырос да да шар да в одном месте уже стал пустыла капуста хорошая слушай в этом году хоть это ее не так жрут летают а горох то с меня ростом уже молодой да рядом тут чужон на перец то ушел горох вот это да а здесь я посадила редиску здесь на пустом месте а я скопала здесь здесь трава была вот такая вот да ну я помню мутка вот я здесь копала какая жрать вообще морозина сегодня полила и красную и там есть внутри где красная там есть ежевика ежевика в этом году у нас вымерзла она до заново надо надо учиться у нее как надо встречи и она у нее вот обстреженной полной а у нас непонятно чуть всю смородину я сегодня полила мам еле говорит уже устал конечно приехал помощница которая тоже устала вот в этом месте ну здесь вот так удобно сидеть мы всегда с мамой присаживаемся вот на этом месте завтра будет прекрасный день будет всегда я с улыбкой на лице все рассказываю сегодня вот знаете настолько жара вот правда не важно себя чувствую даже приехала я как с вами поговорил как с вами поговорила дома с этими же баранками вот и сразу на дачу я поехала невозможно жара духота вообще вот видите у нас на кабачках мучнистая роса напала видеть еще вот на листочках так жалко вообще и на огурцах и на винограде тоже мучнистая роса эхо духота вот я иду за лопаткой вы знаете что мы хотим это картошечку подкопать хотя мы ее посадили поздно на день радио я запомнил мам гать на день радио посадили вот и мы хотим сейчас хоть один кустик ну просто интересно же что у нас там внутри как бы узнать надо поливать не надо из-за этого вот вот это жара слышите купаются кричат у нас вот здесь вот прям вот около нас через забор огромный бассейн там детки целыми днями кричат но с одной стороны конечно это шумно шумно да а с другой стороны дети есть дети мам идем пока мама идет я вам покажу малину тут мимо после нее прохожу который называется карамелька она мне уже три года я потом про нее ролик еще раз сниму мне хотя есть на канале покажу вам сегодня 28 июля на ней висит ягода так где нам не тут вот она мне тут малинка вот она и вот она малинка вырастает до трех метров она собственно и толком ты не цвела заболела да вот этот вот подроем сейчас за одну землю посмотрим какая она по влажности слушай она белая да вам какой пакет ты чё думаешь что прям не знаю сколько что ли да но слушай она правда еще не вырос ну чуть такое нет за визитом надо до завязи много мама еще расти хотя она даже отделяется она отделяется представляешь посмотри сколько завязи и ведь мама земля-то ведь вообще это земля представляешь она я бы не сказал что она влажная не знаю как срочно завтра поливать срочно поливать не надо больше не на окружку на окружку который рядом эту в октябре да просто это сколько прошло неделю назад они две недели назад посадила да просто лежала картошка она вся просто сильно мы решили ее посадить представляете вот сейчас увидела издалека уже отложили своих детей вот сорвала сейчас и этот самый цветочек самосевом вы вырос как он называется скажи вот а я брызгала и он так жалко это слизень могу он тоже я вижу вон прям с дыркой висит перец слизень это актером другое а кто про буравьи это не слизень это специально вот он красавец сидит ой настолько у нас тут ходят разных кошек котят глаза вытрощил смотри какой красавчик сидит а вот котик раз и ушел чей-то отец сколько этих котов бродит ходит осеменители но к нам-то не да они только покушать ходят смотрите какая грушка да она чё помнит что у нас было а вот эту грушку кстати я вот она уже прям поспела она из-за этого и поспела то что тут внутри сладкая и сочная горячая из бочки не вообще-то это груш она как вата не такая сочная она видно из-за червяка я вся мокрая всего хорошего очень жарко стил нет нет сил снимать у у у у у у у